Добрый день, страна! Добрый день, зарубежья! Ребята, ходила в магазин за химией для своих роз. И вот вдоль дороги, смотрите, какую красоту увидела. Я никогда не обращала внимания, что вот этот мох может так красиво цвести. Сейчас я, конечно, попробую спуститься, только мне не провалиться. Смотрите, какая красота! Вот, смотрите, вот здесь такие шишечки и на шишечках цветочки. Ну, какая же красотища! Вот, здорово, правда? Да, смотрится издалека необыкновенно хорошо, а всего лишь придорожный мох. Вот он, вот такой вот он. Ну, я думаю, что это мох, да? Смотрите, как красиво цветет. Ну, какая красота! Интересно, он сильный агрессор, если его посадить на своем участке. Или лучше не стоит этого делать. Вот, стою в придорожной канаве практически. И любуюсь вот этими цветами. Красота! Сочтут, что я не совсем себе. Ну что, пойдемте домой? Тем более, у меня, во, какая сумка. Тяжелая. Потом покажу, что я купила и для каких целей. Обещали, что на улице будет прохладно. Я не заметила. Я уже вернулась домой. А мои ушли за грибами. На разведку. Ну что, были два дня дожди. Мила, отстань, ты мне порвешь весь пакет. Были дожди, и они ушли на разведку. А мы сейчас... Что они принесут, я не знаю, принесут ли вообще. Пошли разведывать. Как там, что там, где там, где какие грибы повылезали. И собрались, и быстрее, быстрее бегом. Ну, а я тоже собралась и пошла в магазин. Накупила всяких удобрений. Накупила средств для роз. Обнаружила у себя бурую пятнистость на листьях. Господи, Женя еле запрыгнула. Сейчас будем с вами смотреть, что я купила и для каких целей. Так, у меня есть цветок женское счастье, который нужно пересаживать. И я не знала, какая земля лучше подойдет. Ну, в общем, набрала вот такую землю для декоративно-лиственных. И плюс у меня есть хамидореи молодые, которые надо пересаживать. Вот это для хамидореи, а это для женского счастья. Так, мы еще на Озон получили кронштейны. Тоже хотела вам показать. Знаете, взяли безо всяких фигурок... Ой, извините. Ой, ну что ж такое. Одной рукой тяжело вытаскивать. Сейчас, ребят. Так, вот такой кронштейн взяли. Видите, он с двумя крючками. Один крючок, второй крючок. Можно поближе, можно подальше. Так, сейчас, если у меня получится. Вот так как-то я хотела, чтобы к беседке Борис прикрепил. Вот, да, подальше сделала. Вот, вот так. Очень, по-моему, будет неплохо смотреться. Так, что еще я взяла? Это было приобретено на Озоне. Вот, для этого проема и для этого проема всего 4 штуки. Так, что я еще взяла? Я не оставляю усилия вырастить щавель. Вот, купила вот такой щавель от фирмы Седек. Щавель крупнолистный. Очень понравился кувшинчик. Стоит он 81 рубль. Сейчас, ребята, я сниму скотч. У всех свои предпочтения. Мне очень понравился вот на 500 миллилитров стаканчик вот такой кувшинчик. Али понравился у меня там мой любимый стакан. Я ей подарю. А себе оставлю вот такой сахар, мука и вода. Что еще надо? Больше ничего не надо. Он такой симпатичный. Он такой позитивный. Так что я захотела себе купить вот такой кувшинчик и купила. Ну, знаете, как бывает. У всех разная страсть. Кто бесконечное покупает количество, там, я не знаю, шариковых ручек. Кто-то линейк. Кто-то пакетов каких-то прикольных. Ну, вот, а я до бесконечности покупаю себе кувшинчики. Так, что я еще купила? Обнаружив на листьях розы мурую пятнистость, я купила препарат Скор, которым буду обрабатывать розы. Вот видите, написано. От Порши роз от черной пятнистости. Инструкцию почитаю. Купила я таких пять пакетиков. Так, дальше, что я еще купила? Еще я купила циркон. Вместе со Скором буду добавлять циркон. Так, что я еще купила? Корневин. У меня закончился корневин, и я решила его себе купить. Я его купила. Еще я купила вот такое удобрение для роз. Ну, нам всем хочется, чтобы розы у нас были обалденно красивые. Вот просто обалденно красивые. Но чтобы ничего для этого не надо было делать. Я не исключение. Я точно такая же, как и вы. Поэтому я решила попробовать вот удобрение палочки Гера. Я их хочу не просто так попробовать. Я хочу их попробовать на двух-трех розах. Не вносить туда другие удобрения, а вносить только палочки, чтобы потом сравнить, нравится мне или не нравится. И что мне больше нравится. Так, сульфат магния. Это тоже для роз. Буду солить свои розы. Наберите в ютубе, я солю свои розы, и вы найдете прекрасное видео. Хочу тоже попробовать. И еще купила вот такое от фирмы Фаска, специализированное, гранулированное удобрение для роз. Просто насыпал, грабельками в почву заделал, и будет вам счастье. Ну, я говорю, лень, двигатель прогресса. Ну, вот и все. А это у меня было. Это у меня просто достала. Это лента садовая для привязки растений. Это у меня было, я просто достала. Вот такие покупочки я сегодня сделала. Самое главное, это скор. Я обязательно разведу его и обработаю свои розы, потому что мне их жалко. А теперь я вам покажу, как выглядит бурая пятнистость на листьях розы. Не все листья розы у меня поражены бурой пятнистостью, но наша любимая незнакомка именно поражена бурой пятнистостью. Вот так выглядит бурая пятнистость. Кстати, у нашей с вами незнакомки появляются молодые листья, и в это время как раз мне нужно обработать от бурой пятнистости ее обязательно. Бурая пятнистость очень заразное заболевание, может загубить розу окончательно. Вот, поэтому буду этим заниматься сейчас. Точнее, не сейчас. Сейчас я только сделаю раствор, а чуть попозже, когда не будет солнышка, тогда я опрыскаю. Либо я, либо Борис будет опрыскивать розы. Очень давно не показывала вам парник. Я туда захожу каждый день. Хочу показать, как выглядят томаты аурика или мужское достоинство. Потому что девушка мне давала семена, и я хочу похвастаться, что у меня все-таки достоинство... Достоинство... Нет, не у меня. У моих томатов достоинство все-таки выросло. Вот такое оно. Ну вот по сравнению... Извините, по сравнению с ладошкой, с моими пальчиками, вот такого оно пока размера. Так, на соседних томатах вот тоже есть. Вот тоже выросло вот такого размера. И вот здесь повыше есть. И вот здесь повыше есть. Тут совсем маленькое все. Вот. А самое-самое огромное, но еще тоже не покрасневшее, а пока зеленое. Во! Во какой томат! Так что, ребята, вот такая красота. Томаты зреют. Огурчики растут. Я сегодня уже огурцы собирала. Китайский холодоустойчивый, как всегда. На высоте уже собираем. Уже кушаем. И кушаем в салате. Так, пойду-ка я открою в парнике дверь, которая напротив, иначе очень-очень жарко. Борис, сегодня утром было прохладно и решил не открывать вторую дверь у парника. Но сейчас уже... Ой, это что? Так, это как? Ребята, я что-то не могу открыть. Как такое? Ну, как такое может быть? Где закрыто-то? Наверху, что ли? Сейчас опору. Как вы не поверите. Дверь у парника я действительно открыть не могу. И не могу понять, что случилось. Сейчас зайдем внутрь, хоть там и жарко. Посмотрим, в чем дело. Так, собаки, пошли вон отсюда. Так, а здесь в чем дело? Ах, господи. Ну, только Борис может так сделать. Мало того, что он дверь закрыл снаружи, он ее закрыл еще и изнутри. Ну, все, сейчас откроем, и там будет попрохладнее, иначе там душегубка. Так, все. Все, теперь там жарко не будет. Вот такой вид. Парники. Так, а это кто за мной сюда пришел? А ну-ка, кыш. Все собаки кыш отсюда. Кыш все до одной. Кыш. Кыш, я говорю, милая. Пока мы с вами открывали парник, похоже, пришли грибники. Ну как, где сумки? Да ты, да ладно, клубничка. Да. А я думала, она сама. Нет. А где дочь? Дочь позвонила Аля, и они с Серегой. Земляники полно. А, они пошли в землянику? Поесть после. Ясно. Грибов нет. Ну, понятно. Я и говорила вам, что грибов еще нет. Дождь только вчера прошел, и сегодня, я не думала, уже грибы будут. С собакам сорвала землянику. Ну и что? И кто бросил? Женя бросил. Женя! На, иди доедай. Я чуть-чуть надавила. Ну-ка, доедай. Молодец. Кушай. Ну вот. Ой, руки какие. Красивые. А я еще хочу ягодку. Как-то все оставляем детям, детям. А себе? Мама дорогая. А я и не знала, что здесь творится такое. Посмотрите. Посмотрите, что делается. Сейчас вот эту ветку уберу. Какая красота. Это, кстати, та клубника, о которой я вам говорила, что она мне страшно не нравится, но я ее оставляю. Потому что, когда урожай у нее, ну вот такой вот урожай. Видите, как ее много. Вот. Вот. Это не гигантелла, но она очень-очень урожайная. Ладно, съем еще одну ягодку. Ну вот. Грибов нет. Пока нет. Уже вот так вырос мой пиончик. Желтенький. Показала вам химию, которую купила. Подошла, хотела обрезать уже отсветшие и поврежденные дождем соцветия розы. Ребята, смотрите, что я увидела. У меня растет вот такой вот кустик. Он такой красивый. Листочек трехцветный. Есть розовые оттенки, салатовые, зеленые, желтые. И вдруг я увидела, что этот кустик, оказывается, цветет. Смотрите, какой у него интересный цветок. О, какой. И вот еще цветет. Очень красивый, правда? Если убрать лепестки, то кустик будет выглядеть вот так. Очень декоративно. И тоже цветет. Он тут разросся, как агрессор, но очень симпатичный. Мне нравится. Собак покормили. Женя просится в комнату. Все. Пошла отдыхать. Что хотела сказать, ребят? Только и делаем, что печем, 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 печем. Борис уже вот который раз печет сырники. По три раза в день не делали. Вы слышите? По три раза в день. Я пеку, он печет. Прям нас как будто бы прорвало на выпечку. Ну, вкусные сырники. Очень красивые получаются. Такие, знаете, зажаристые, с корочкой. Ой, прям мечта. Пальчики оближешь. Открываем дверь в комнате. Практически все убрали. Я поставила сюда орхидеи. Подсветку сделала. Ну, в общем, как-то вот так вхожу. Все время навевает разные мысли. Мы все отдали, что требовалось людям. И памперсы отдали, целые упаковки. Все-все-все раздали. Ну, вот тут кое-что осталось. Мазь. Ну, кое-какие. Все, чем я иногда пользовалась. Ну, часть отдали, а часть вот открытой упаковки остались. Не могу пока убирать. Пока не могу. Вещи раздали. Вот это мы тоже отдаем. Сейчас будут выходные. Человек приедет и заберет противопролежневый матрас и ходунки. Заходишь в эту комнату и, конечно, очень грустно. Очень грустно, ребят. Все время входишь и пока больно. Очень больно и навевает всевозможные мысли. Кое-какие вещи остались, которые я решила себе оставить. Ладно, пойдемте. Я совсем забросила свои орхидеи, а когда очнулась, смотрю, у меня некоторые орхидеи сильно пострадали. Орхидея, которая мамина была, я ее разделила на две части, потому что она стала вдруг погибать. Посмотрю, что потом будет с этой орхидеей, с маминой. О, мелок, окорочок лежит, палочку грызет. Да, моя сладкая? Палочку грызет. Ты моя умница. сегодня я обрезала розы. Те цветы, которые завяли, оставила бутоны. Остальное обрезала. Вечером хочу удобрить розы теми удобрениями, которые я купила. Букет парфе просто мечта. Она прекрасно держит дождь. Был дождь, но ее бутоны не пострадали. Ну, я опять все с цветами, с цветами, потому что еще пока до домашних видео никак не могу дойти. Красивая какая стильба. Розовая, розовая, да? Яркая такая. Замечательная. На меня распустились лилии в прошлом году, которые мы с Наташей покупали, сажали. Такая красота. лилия фаворитка тоже распустила свои вот такие странные, чудные, я бы сказала, чудесные бутоны. Бутоны очень крепкие, видите, они какие цветы. Лепестки тоже у лилии очень-очень крепкие. Вот такая вот фаворитка растет в моем саду. Многие лилии еще не распустились. они еще стоят на бутонах. Траву, кстати, там надо подергать. Так, ладно, я пойду сейчас делать раствор. Рабочий Борис сегодня будет опрыскивать мои розы. А то одна роза очень сильно пострадала от бурой пятнистости. Вот эта желтенькая джулия. Я срезала с нее цветочек и убрала все листья с коричневыми пятнами. Все. Пойду делать рабочий раствор. Сказала пойду делать рабочий раствор и увидела свои красивые цветы. Ну и вернулась, конечно, посмотреть, потрогать. Они такие приятные. Они такие шелковистые, ребят. На ощупь прям вот шелковые, очень приятные. Постараюсь их... Ой, какие приятные. Боже мой, как же они для руки приятные. Очень приятные. постараюсь сохранить, как вы мне и говорили. Ой, как приятно. Очень приятно. Цветочки на ней. Видите, какие малюсенькие, малюсенькие цветочки. Желтенькие. Ладно, пойду за ножницами и буду делать рабочий раствор. Ну, мелочек прибежала. Да, мелок? Скоро мы повесим вот эти цветы на беседку, на кронштейн. И будет еще более красиво, чем было. Очень приятные цветы. Я прям не пожалела, что посеяла их. И смотрятся они очень хорошо. Видите, они с разных сторон ровно и красиво. Погода стоит сухая, поэтому приходится их часто поливать. Как математика. Но только они теплые с обоих сторон. Видите, листик такой. С этой стороны он тоже лохматенький. Совсем забыла вам показать. У меня распустилась еще одна роза. Ну, лето, поэтому я и показываю свои цветы. вот она какая. Это роза Ланд Луст. Видите, она какая розовая по краям и желтая внутри. Жаль высвечивает камера, а так, конечно, она очень красива. Сейчас я попробую в тенек ее поместить. Видите, какая красота. Все равно камера не передает яркости, но она очень красивая. Тоже букетная будет. Красивая букетная роза. Много еще бутонов будет распускаться. Зацвела белая роза, тоже гроздьями. Мне кажется, если ее коротко-коротко совсем подстричь, она будет похожа на ту красную розу, как у Зои. Видите, какая красота. Прям необыкновенная красота. Хожу, любуюсь и нервишки успокаиваются. Смотрите, какая красотища. Ну, просто красота необыкновенная. Даже слов не подобрать. До чего же красиво. Ну, и пион здесь такой бледно-бледно-розовый. Гортензия потихонечку становится розовой. розовеют ее цветы. Ножницы взяла, чтобы открыть ампулы, но пока не могу делать рабочий раствор. Хочу его сделать сразу. Сразу для применения, сразу, чтобы применить и удобрить заодно розы. Все, ребят, покажу. Просто пока опрыскивать будем, боюсь, собаки на участке как бы не потравились. Поэтому придется чуть-чуть подождать. Ножницы отнесу в беседку и чуть-чуть подожду. Ну что, как-то гнетут меня тяжелые сомнения. Бутон кажется розовым, а роза-то должна быть желтой. Это солей вертикаль. А кто знает, что такое у меня с листьями солей вертикаль. Вроде все были хорошие, все были чистые листья, а тут вдруг вот такие. Неужели это хлороз? Ребят, кто у нас розоводы? Кто знает? Похоже на хлороз, да? На недостаток чего? Так, железо или не железо? Верхние листья, нижние хорошие. арка позорная, а роза красивая. То ли новую арку поставить, то ли это осенью покрасить. Красиво. Вот так. Мужиковая. Белая стильба мне тоже очень нравится. красивая, душистая. Ну вот я делаю рабочий раствор, это циркон, здесь один миллилитр. Пока я буду все разводить в пол-литре воды. Так, это препарат скор, вот такие ампулы пластиковые. я буду разводить на 6 литров. На 6 литров нужно так, сколько здесь? Здесь у нас 1 миллилитр. Миллилитр? Ага. От 2 до 5 литров. Так, я буду на 2 литра использовать 1 миллилитр скоро. и на 6 литров я буду использовать циркон 1 миллилитр. Итого у меня получится на 6 литров 3 ампулы циркона, ой, 3 ампулы скоро и 1 ампула циркона. Но развожу я пока пол-литра воды. Я все добавила, взяла палочку и вовую, ой, взяла и уронила. И сейчас перемешаем этот раствор. Ребят, циркон знаете, чем пахнет? Дустом, когда тараканов морит. Нет, не циркон, скор. Препарат скор пахнет дустом, чем морят тараканов. Так, все, сейчас размешаю, доведу до объема 6 литров и буду опрыскивать. Борис, уже принес опрыскиватель, говорит, пока подождать. Борис уже уносит опрыскиватель, опрыскивала я. Короче, мне не хватило на две розы. Не хватило мне на три. На фиолетовую, на фламентанс, на мужиковую и на однократно цветущую розовую, вот эту вот, большую-большую. Завтра опять пойду в магазин и опять куплю препарат скор, потому что на 6 литров идет триампулы, как я уже говорила, по одному миллилитру. Я не знала, сколько мне раствора понадобится, но зато теперь буду знать, сколько у меня раствора понадобится. Мои опять играют в бадминтон, Женя им не дает играть. Хорошая безветренная погода как раз я смогла опрыскать. Вот эту розу тоже все опрыскала, в общем-то, от нее и все блохи на участке, так скажем. Она была сильно зараженная, но опрыскала все. Через 7 дней еще проведу одну обработку. Вон, Женька опять не дает им играть. Понял, смотри, что делается. Женька носится за варанчиком, Милка носится за Женькой, в сумасшедший дом. Жень идет своим чередовым. Женя охотница.